Три часа без перерыва, на одном дыхании продолжался документальный художественный спектакль, по-другому не назовешь, «Дорога в 90 лет». Режиссер священное действие Марина Саламатова, дочь главной героини. Действующие лица – все, кто собрался в детской школе искусств, классика. И хоть в далеком 27-м прошлого столетия до сегодняшнего дня космонавтике оставалось 34 года, новорожденную назвали «Электронной», а ее брату дали имя «Гелий». Это дочери Гелия пригласили гостей стать свидетелями космического полета тети Эллочки. С борта космического корабля пилот-космонавт Саламатова передает, полет проходит нормально, чувствует себя хорошо. Элла Васильевна также сообщает, что от намеченного курса на столетие отклоняться не намерена и уверена в успехе поставленной задачи. Мы точно не сомневаемся, что полет пройдет в штатном режиме и желаем нашему главному летчику-космонавту Саламатовой Элли Васильевне достичь столетней высоты. Вы всегда номер один. Вы построили лучшую школу Воденцова и были в ней первым директором. И сегодня, тетя Элла, в день вашего потрясающего юбилея, вы взяли успешный старт на столетие. С чем мы вас и поздравляем. Мы вас ценим, обожаем, любим, гордимся и восхищаемся. И желаем вам успешного полета в столетие. Вам не слабо, мы уверены. Ей было не слабо. В 9 лет петь на концерте в Большом театре, пережить военные годы, получить одновременно дипломы педагогического института и музыкального училища, кочевать с мужем по разным военным городкам, бросить навсегда якорь Воденцова, построить здесь школу номер 9 имени маршала Неделина с победоносной пушкой во дворе. И, наконец, стать мудрым и строгим наставником самого директора школы классика Марины Саламатовой. Конечно, поздравлений и сюрпризов на вечере было много. Все собравшиеся с удовольствием стали участниками сцены из опереты Елены Овчинниковой «Элла, ты крута». Гильдобот призналась о своем присутствии на юбилее. Она предупредила Эллу Васильевну еще год назад. Не пытайся спрятаться. Начальник управления образования района Ольга Ляпистова назвала встречу в классике днем особого значения и важности. Вручила благодарственные письма от главы района Андрея Иванова и управления образованием. От главы города Оденцова Александра Гусева поздравление юбиляршей передала команда советника Михаила Солнцева. А вот мне сегодня 90, а мне кажется, что мне 50, а может даже чуть-чуть поменьше. Остальные 500. И не хочу, и не хочу, чтобы было меньше, потому что я достойно прожила эту жизнь и достойно свои 90 лет отметила сегодня. Правда? Очень. В завершении поэтическое признание в любви профессии учителя. Итак, курс на 100-летний юбилей взят. Галена Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания Оденцова.